Автомобильные аварии, кражи, драки и похищения. Ежедневно в обзор камер Уфанет попадают десятки случаев. Ради безопасности и восстановления справедливости системой видеонаблюдения оснащают лифты, подъезды, дома, дворы и улицы. Каждую неделю мы показываем и анализируем записи с камер, чтобы вы могли видеть чужие ошибки, учиться и не повторять их. Этот таксист остановился на перекрестке двух уфимских улиц. Автомобиль некоторое время стоял, а затем к нему подъехало другое такси. Оттуда вышел водитель, вытащил пассажира из первой машины и стал наносить удары рукой и ногой. К нему присоединился коллега по работе. Как сообщили в прислужбе МВД по Башкирии, парень с девушкой познакомились в одном из баров. Они вызвали такси, но до места назначения не доехали. По предварительным данным, во время поездки у водителя возник конфликт с нетрезвым пассажиром. Клиент ударил шофера и таксист попытался высадить агрессивного клиента. В этот конфликт вмешалась также пассажирка и водитель, проезжающего мимо такси. Участников инцидента сотрудники полиции доставили в отдел полиции номер 4 города Уфы. Таксист обратился в органы внутренних дел с заявлением о привлечении пассажира к установленной законам ответственности за причинение телесных повреждений. А клиентка от каких-либо претензий на данный момент отказалась. Сейчас проводится проверка для установления обстоятельств этого происшествия. В Уфе водитель фуры попал в непростую ситуацию. Его грузовая машина никак не могла заехать на заснеженный подъем, ведущий к торговому центру. На записях с камер Уфанет видно, что за 15 минут дальнобойщик не смог сдвинуться ни на метр. Но неожиданно на помощь пришел водитель внедорожника. Он взял на буксир большегруз и помог подняться по заснеженной дороге. Однако это удалось только с третьей попытки. Водитель внедорожника дотянул фуру до самого торгового центра. В этом Ишимбайском дворе стоят десятки машин, но молодой человек целенаправленно идет к одной из них. Оглядевшись по сторонам, он кидает в лобовое стекло автомобиля какой-то тяжелый предмет. Стекло разбивается, срабатывает сигнализация. Неизвестный со всех ног убегает со двора. Известно, что автовладелец обратился с заявлением в полицию. Теперь им предстоит разыскать хулигана. В Уфе ВАЗовская десятка заглохла на дороге и перестала заводиться. Ее водитель заглянул под капот, но, скорее всего, не смог найти причину неисправности. Так машина простояла на морозе более часа, мешая другим участникам дорожного движения. Этот случай попал в обзор камер у Фанет. Судя по записи, на помощь автовладельцу отозвались инспекторы ДПС. Они остановили две полосы движения и дотолкали заглохшую машину до перекрестка, где водитель свернул на другую улицу. По всей вероятности машину все же удалось завести с толкача. Махнул хвостом и убежал. Речь идет не о каком-либо животном, а о водителе из Нефтекамска. На повороте он задел прицепом припаркованный во дворе автомобиль и повредил его. По всей видимости водитель не посчитал нужным остаться на месте ДТП и уехал. В этом же дворе он чуть не задел еще две машины, стоявшие возле подъезда. Сейчас его разыскивают сотрудники ГИБДД. Такого же лихача камерой видеонаблюдения запечатлели и в Уфе. Он врезался в автомобиль, припаркованный перед домом, и скрылся с места ДТП. Как сообщили в ГИБДД, по Уфе в настоящее время личность водителя устанавливается. Мужчина, шатаясь, заходит в лифт уфимской многоэтажки. Вероятнее всего он одурманен зеленым змеем. На первый взгляд кажется, что пассажир лифта еле стоит на ногах и вот-вот упадет. Он даже прислоняется к стенке кабины, чтобы хоть как-то удержаться в вертикальном положении. Однако мужчина благополучно доезжает до первого этажа. Там его внимание привлекает горшок с пальмой, который он хватает и выходит из подъезда. На улице человек, еле стоявший на ногах, превращается в спринтера и бросается бежать в неизвестном направлении. Куда он так заторопился, стоит только догадываться. Тем временем жители дома сразу обнаружили пропажу и обратились в полицию. Благодаря записям с камер и бдительности жильцов, воришку удалось найти, а пальму вернуть. В Уфе иномарка ехала в сторону торгового центра и заглохла на подъеме. Постояв немного, автомобиль смог проехать еще несколько метров. Но как вдруг неожиданно вспыхнул. Из-под машины начали вырываться языки пламени. Из салона автомобиля сразу же выскочили водитель и пассажир. Иномарка скатилась со склона к перекрестку, где продолжила гореть. Один за другим к машине начали подбегать водители с огнетушителями. Следом подоспели инспекторы ДПС. Но даже совместными усилиями победить пламя им не удалось. Примерно через пять минут приехали пожарные и потушили огонь. Как рассказали в прислужбе МЧС по Башкирии, причина возгорания – неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Если вы стали свидетелями каких-либо событий, запомните время и место и напишите нам. Мы постараемся найти этот момент на видео и показать. Также присылайте свои видео с камер наблюдения. Жители уфимской многоэтажки прозвали этого мужчину фокусником. Зайдя в лифт, он наколдовал биоматериал, который выпал из его штанины. Пассажир, как ни в чем не бывало, доехал до нужного этажа и вышел из кабины. Мужчина не стал убирать зловонную кучу. Таким образом, он решил оставить после себя след. В Орске местная жительница обнаружила пропажу декоративных колпаков со своего автомобиля, который стоял во дворе. Девушка посмотрела записи с умного домофона и увидела, что поздним вечером к припаркованной машине подошли двое неизвестных. Они за считанные секунды сняли колпаки с колес и поспешили скрыться со двора. Обратилась ли автовладелица в полицию, неизвестно. В Уфе коммунальные службы так увлеклись уборкой снега, что не заметили светофорную стойку и задели ее. От удара сигнальное оборудование упало на дорогу прямо перед троллейбусом и на всем перекрестке выключились светофоры. Сразу же образовалась пробка. Спустя 40 минут приехали ремонтные службы и все починили. После этого движение нормализовалось. Еще одна история со светофорами также произошла в Уфе. Они перестали работать еще ночью, поэтому в утренний час пик водителям пришлось разъезжаться, руководствуясь знаками приоритета дорожного движения. Однако ситуацию усугубила массовая авария. Человек за рулем Киа в попытке пересечь перекресток оказался на пути Форда, ехавшего по главной дороге. Произошло столкновение. Удар был настолько сильным, что корейскую иномарку отбросило на Volkswagen, а тот, в свою очередь, задел стоящую сзади Ниву. Как сообщили в ГИБДД по Уфе, в этой аварии никто не пострадал. После ДТП городские службы починили светофоры. Эти мужчины с бутылкой крепкого алкоголя и одноразовыми стаканчиками, скорее всего, хотели хорошо провести время. Для застолья они выбрали один из уфимских подъездов. Сначала они долго стояли у двери, а потом решили открыть ее силой. Но стеклянная дверь, по всей видимости, не выдержала столь грубого обращения и разбилась. Мужчины, увидев, что они натворили, быстро ушли. Наверное, решили распить алкоголь в другом подъезде. В Ишимбае ранним утром, когда жители города еще только собирались на работу, неизвестный решил угнать автомобиль. Его выбор пал на ВАЗ девятой модели, припаркованной во дворе. На записях сумного домофона компании Уфанед видно, как человек в маске и перчатках подходит к автомобилю. Он достает что-то из кармана и открывает багажник. Через него вор залезает в салон. В течение семи минут автоугонщик пытается завести двигатель, замыкая провода в замке зажигания. Спустя несколько неудачных попыток у него это получается. Он включает дворники и трогается с места. При развороте машина глохнет, автоугонщик снова ее заводит и уезжает со двора. Если вы стали свидетелями каких-либо событий, запомните время и место и напишите нам. Мы постараемся найти этот момент на видео и показать. Также присылайте свои видео с камер наблюдения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok